шаром дорогие друзья всем добрый вечер осталось меньше чем два дня до праздника песок и мы все готовимся к нему с радостью вдохновением с еще больше энергии и эта подготовка она заключает себя три момента принципе как и многие другие вещи подготовка любые заповеди это работа самим собой отношения самим собой отношения с женой и это отношение с детьми песок вообще интересная комментарий что такой песок песок это слово пасах что пасах это перепрыгну что всевышний перепрыгнул через дома еврейские и ничего не сделал с еврейскими первенцами а наказал умертвил египетских первенцев и вот этот прыжок он называется навредить пасах слова пасах перепрыгнул для нас это слово означает что пасах мы можем сделать большой квантовый скачок прыжок более лучшей жизни к более духовный к более великолепной жизни той жизни которую мы хотим я желаю нам всем перейти на другой уровень сделать этот квантовый скачок и с божьей помощью начать новую еще более свободную жизнь как видно как слышно напишите пожалуйста о василий шанский из питера я тоже из питера приятно 8 человек у нас эфире пока что для этого часа и учитывая то что люди сегодня наверное многие делали уборки перед пасахом это очень хорошее число 10 человек отлично хорошее начало и дорогие друзья сегодня мы поговорим о интересной очень и важной теме спасибо всем кто здесь со мной находится и и решил свое время отдать на такую важную тему которая всегда связана с нами эта тема это в принципе касается отношений и с детьми и с женщинами и самим собой и мы начнем с того что у нас есть такой выражение очень интересная которая говорит слушая смоль духа времени корыли яйца катан выше что означает что 3 левая рука духа духа это отдаляет а правая приближает это яйца рара злое начало катан это маленький ребенок решающая это женщина до жена ну и может быть другие женщины которым приходится общаться по поводу работы и я хочу понять это выражение в призме того что пишет рам шлома гуфман в своей книге он пишет одну из глав который он пишет называется тикуну кишата яйца что означает исправление или подавление яйца то есть есть в принципе два пути как можно работать со началом из этого можем понять как мы можем что мы можем делать два пути и основных как можно работать также с женой и детьми ну начнем с того что вот это выражение смоль духа времени коровит она это выражение говорит о том что во первых ямин не коровит ямин это правая рука она минимум в 10 раз сильнее чем левая как мы видим из разных выражений в торе и получается что и женщину и ребенка во первых нужно приближать и только десятую часть можно отдалять и естественно это нужно сделать очень приятными способами это нужно делать способом который не доставляет боли до по возможности с детьми это тяжелее всего с детьми тоже это нужно стараться чтобы им было хорошо даже когда мы их отдаляем чтобы они чувствуются комфортно комментарии я смотрю да да всем шалом шалом ольга шалом эльс и очень интересная выражение для тех кто со мной останется поймет как вообще нужно работать с ядра рама ара со своим началом что мы можем делать начнем с того что основная ошибка многих людей особенно русскоговорящих это то что мы я сыра на мы слое начало хотим просто положить под плинтус положить какую-то сумку закрыть и чтоб он вообще нас не трогать да то есть просто подавить и как мы увидим это не самое лучшее что можно сделать с ядра рамара есть намного более лучшее поведение с ним итак мы начнем с того что рамбам здесь вам задает в своей книге 8 глав так называется у книга он задает вопрос какая ступень более высока ступень хасида то есть человек который не хочет и не еще делать зло а только хочет исполнять волю всевышнего да или ступень богатыря богатырь это человек который хочет и даже жаждет делать то что не угодно творцу но тем не менее он покоряет свое начало и исполнять волю творца и невесткие философы утверждают насколько я помню так пишет рамбом что хасид важнее богатыря почему потому что хасид он не хочет делать зло он чист да он достиг высокой ступени и богатырь который подавляет свое начало это просто у него есть недостатки это плохое проявление души но рамбом говорит что вроде бы наши мудрецы считают наоборот то есть если я посмотрю наши источники то мы увидим что покоряющий свое злое начало он более важен уважаем почему потому что написано во первых каждый кто более велик его злое начало тоже более велико каждый который более чем его товарищ его злое начало тоже более велико примерно так вот написано у нас и также написано в пирке а вот соответствии с усилиями и наградам так как богатырь преодолевает себя его награда более высоко и более велика и также написано очень интересное выражение не говори не хочу и свинину не хочу уносить шатнес но скажи хочу хочу но что я сделаю если всевышний запретил и если так то вроде бы очевидно из этого говорит рамбом что богатырь это более высокая ступень что когда человек хочет злой преодолевает злое начало это более высокой ступень и поэтому объясняет рамбом что смотря в каких заповедях есть заповеди связаны с интеллектом в них нужно дать и поступение хасида заповеди которые мы понимаем да понятный интеллект и в них сильно нужно дать и до ступени хасида и с другой стороны есть заповеди которые мы не понимаем например как шатнес то есть не носить вместе шерсть с альном или например как басар бахалаб что нельзя есть мясо с молочным мясное с молочным это непонятные заповеди там вам говорит что нужно найти достичь ну хотя бы того что человек просто не делает запрещенные заповеди потому что это запрещено и добавляет равис рай салантер что вообще во всех заповедях связанных с интеллектом нужно достичь полного исправления то есть достичь уровня что вообще не хочется сделать ничего плохого хочется только исполнять заповеди а в остальных митвот есть общее исправление то есть желание делать зло оно может остаться его надо преодолевать его нужно подавлять это нормальная ситуация у нас есть разделение в каких вещах бьетцер ара нужно подавлять в каких вещах нужно стремиться его направить и чтобы вообще не было там никакого плохого желания если мы посмотрим дальше то вообще в изучении Торы нужно достигнуть уровня что вы хотите исполнять волю Всевышнему и все что этому противоречит вам хасид это то что говорят нам наши мудрецы и теперь самое главное что говорит филинский Гаон он говорит что человеку вообще необходимо достичь в любой заповеди ступени хасида то есть ступени что он не хочет делать зло ему противно делать зло ему хочет делать только добрые вещи потому что говорит филинский Гаон Гаон из Вильна огром что если человек себя постоянно будет преодолевать то таким образом человек не может по-настоящему жить потому что каждый человек каждому человеку нужен сипук сипук это удовлетворение духовное удовлетворение и поэтому каждый человек обязательно для того чтобы ему нормально жить для того чтобы у него была энергия ему нужно удовлетворение да поэтому он должен достичь такого уровня в заповедях чтобы эти заповеди он хотел делать и не хотел делать грехи и теперь мы приходим к тому как относиться к детям из этого то что нам говорят наши мудрецы что в общем то любое плохое желание нам нужно направлять на хорошее русло точно так же мы должны вести себя с детьми у детей есть разные желания дети говорят сейчас о я хочу конфетку что нужно сказать например конечно ты получишь эту конфетку но после того как поешь например полезные вещи огурцы помидоры хлеб после этого ты получишь конфет или ты получишь конфетку конечно но завтра в песок после трапезы да или например ребенок сейчас начинает громко 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 топать так можно его научить как танцевать то есть любое желание ребенка точно так же как и любое наше желание мы можем направить на положительное кошерное русло так чтобы он делал и продвигался и делал вещи которые угодно подсов исходя из своего желания и точно так же можно направить с божьей помощью женщин во всяком случае я на это надеюсь то есть женщина это тоже она иногда приходит с желаниями которые не совсем логичны нужно начать сказать да 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 конечно 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 а что у нас с финансами что у нас с короной коронавирусом а что у нас с ситуацией в вокруг и так далее и привести ее к тому что мы делаем для того чтобы может быть вообще было хорошо это то что хорошо нас приближает хотя бы немножко к тому что она хочет из этого мы делаем простой вывод давайте подведем итоги есть два способа как можем общаться с нашим ветерара началом с ребенком с женщиной первый способ это подавлять ребенок сказал нет молчи нельзя женщина сказал нет не получишь я царара есть какое-то желание хочу съесть свинину нельзя все иди отсюда даже слушать не хочу что мы видим что говорят наши мудрецы нам надо стремиться любые наши желания направить на положительные хрусты я не говорю о том что нам нужно нарушать человек который хочет есть свинину как слышно сейчас напишите пожалуйста слабый звук написан человек который хочет есть свинину естественно что он не может себе позволить но он может сказать ага я хочу свинину окей что может заменить мне свинину например написано в талмуде есть такая рыба которая называется шибута у которой есть вкус свинины и так далее это я царара ребенок ребенок что-то хочет папа дай мне сейчас вот эту игрушку за 200 долларов ну смотри с удовольствием я тебе ее куплю но после того как ты например целый месяц будешь что-то делать да и к этому времени можно накопить деньги если это или знаешь вот эта игрушка тебе сейчас не подходит но когда тебе будет например 8 лет то тогда можно будет ее купить и так далее то есть направлять ребенка на положительное русло и с женщиной в принципе похоже как с ребенком да конечно я хочу чтобы у тебя это было давай подумаем как мы это можем сделать в реальности чтобы ты это получила и сейчас у нас такая пора когда мы очень много общаемся с детьми и с женами слава богу я желаю вас вам направить все желания ваши ваших детей и ваших жен на положительное русло на приближение к творцу на удовольствие и Песах кашер и это самое это самое